Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли На самом деле, смотри, инфодайвинг на сегодняшний день отличается от всех имеющихся на рынке психотехник. Вот возьми любые клиники, медицинские учреждения и так далее, людей, кто работает с психотехниками, особенно на дистанции, как мы работаем, и кто бы имел такие результаты. Нас пытаются сравнить с экстрасенсами, с гипнологами, с психологами, с психотерапевтами. На самом деле ни одно из названий нам не подходит. Мэйнфодайверы. И результаты у нас ошеломительные. За год снято 25 фильмов. За год 25 фильмов. Где настоящие родители рассказывают о результатах. Наверняка есть у нас и неудачные опыты. Не может быть 100%. Во всяком случае, наверняка будут те родители, кому хватило того, что они получили на консультации, и они сказали, да, я не полезу. Это может быть по религиозным соображениям. Человек считает, что он не хочет прорабатывать свой религиозный слой в подсознании. И заставлять его не имеет смысла. Абсолютно. Хочет, чтобы его ребенок был здоров, значит здоров, значит он работает. Не хочет, он свободен. И его никто не насилует и не заставляет. Но он получил ответы на свои вопросы, и он осознает объем работы, которую ему надо будет проделать. Тот путь трансформационный, который надо будет пройти. А вот количество благодарностей на сайте у нас уже сотнями исчисляется. То есть когда в одну статью вмещаешь по 15, 20, 30 благодарностей, да, только потому, чтобы сэкономить место на ресурсе. И благодарности действительно читаешь, потом перечитываешь и плачешь, потому что это писали сердцами люди. Это действительно искренне. И вот смотри, эксперимент, который я волей-неволей закинула у себя в доме, да, в чате. Люди гуглят, находят единственный материал, точнее там не один материал, там всего за 10 лет 4 материала от одного человека, который просто конкретно в конфликте пытается развить религиозный конфликт со мной. Я вне религии, мне плевать на вашу религию. И вот они находят последний этот материал, где написано чушь, просто чушь. И сразу в мошенники, в мошенники, начинается давление. Они верят вот этой чуши, они верят вот действительно эти вот фильмы, материалы, все есть. Этому нет. Вот лучше человеку, видишь, как верить. Причем, видишь, пишет человек нереализованный, непонятно кто, непонятно что. Явно религиозная подоснова. Но при этом он пишет отрицательно. Все у людей сразу. Вот это, то, что да. Направление внимания на минус. Да, на минус. То же самое. Человек просит, дайте прогноз на следующий год. Утонет ли Япония? Сколько поездов и самолетов потерпят крушение? Кого там пристрелят? Подождите. Зачем вам это? Ну как? Вот смотри, вот опять направление на минус. Опять-таки, обрати внимание. Создающее сознание Бога направлено все время вниз. Да. Зачем? На беды, на несчастье, на ложь, на оскорбления. И я... Ну, а что у нас популярно? У нас желтая пресса популярна. Ну, понимаешь, я когда вот в этой желтой прессе увидела себя в одном ряду с Никитой Михалковым и Александром Григорьевичем, думаю, блин, ну это круто. Удостоилась чести. Мы стоим в одном ряду. Но Никита Михалков при этом вряд ли побежит на эту желтую религиозную прессу подавать в суд, потому что ему на нее плевать. Да, он и про него писал тоже, да? Да, да, да. Так я говорю. А, он и про Михалкова, и про Александра. А вот вторую часть, наверное, наши органы не отследили в свое время. Но я при этом оказалась в одной линейке. Вот. Но при этом, понимаешь, оно-то смешно, если бы не было так грустно. А грустно в том, что действительно направление внимания людей идет вниз, на желтую прессу, на грязь, на скандал. Как артисты, нормальные люди делают себе имена. На том, что крики и вопли об изменах, об избиениях, там, о ДТП, о разводах. Подождите. Зачем вам это? Причем даже, когда этого нет, создается скандал на пустом месте для того, чтобы привлечь к себе внимание. Даже специально, да? К счастью. А счастье придумать человек не может. Настолько забит дерьмом мозг, что он себе не может придумать счастье. Ты знаешь, он не позволяет даже себе. Он именно не позволяет. Вот если глубже, наверное, на это посмотреть, то именно не позволяет. Человек не считает себя достойным счастья. При этом он кричит о счастье везде. Он кричит от боли. Он кричит от боли, потому что Бог ему говорит, посмотри, ты в раю, зачем ты здесь гадишь везде кругом вокруг себя своими мыслями. Так и вот этот человек. Ты ворвался в рай с автоматом? Зачем? Зачем? Здесь всем хорошо. Здесь все расслаблены. Здесь можно создавать, здесь можно творить, здесь можно сочинять, здесь можно реализовываться, здесь можно быть здоровым и счастливым. Здесь просыпаются боги. Здесь просыпаются боги. не интересно что интересного в крушениях в авариях в убийствах нужд как что не знаешь что сказать вот так и повздыхает это вот в эту тему сейчас точно также обсуждается двадцатый год вот что ты вспоминаешь с двадцатого года я лично у них прекрасный если честно у меня прекрасный год я вспоминаю как я отдыхала даже даже о короне я у нас своя корона было знаешь ты так даже задала мне вопросы на самом деле абсолютно искренне говорю я вспоминаю этот год очень даже хорошим интересным он для меня был интересным для меня был красивым правда говорю абсолютно искренне я тоже двадцатый год вспоминаю это один из лучших из самых счастливых годов моей жизни на самом деле в этом году ну во первых у меня появилась за всю жизнь подруга да вот мне приятно это осознавать и говорить абсолютно искренне вот во вторых у нас появилась семья друзей то есть на протяжении 30 лет у нас было две семьи которые нас сопровождали а сейчас у нас появилась третья семья и действительно это искренне это счастье кроме того мои дети счастливые они нашли себя не реализуются я смотрю за ними они они реально ловят кайф мне было настолько интересно путешествовать в этом году настолько интересно путешествовать было как психике так и по земному шару то есть мы на самом деле много покатались в этом году много чего посмотрели много воде вместе были там и та же самая мексика и и где мы только не были и египет а по белоруссии как говорили о чем тут еще блин шар поля луга переправы через затерей через все это настолько интересно а в психике сколько открытий мы сделали мы написали три книги за год три книги за год написать это вообще это я такого представить не могла нас просто перло мы работали по 18 часов и мы были счастливы мы даже в египте работали и в мексике работа мы везде работали блин и я когда оглядываюсь и смотрю на этот год я понимаю это один из лучших годов моей жизни счастливый интересный счастливый такой как я как я говорю красивый год вот красивый год можно к нему там на присобачивать чужих игр но это не мои игры я в них не играла и я их не вижу округ себя у меня вокруг счастье осознанность людей очень много осознанных появилось круги общения очень интересных людей причем и людей науки и люди сами пишут и люди сами помогают а как сложился перевод книги первое управление восприятием в сша вот оно все вот так пошло оно само все делается и это происходит я когда на это смотрю я просто тащусь я тащусь от того что это счастье а еще счастье ты знаешь недавно начала осознавать я вижу какой какой страх испытывают люди когда они заболевают короной и ты знаешь что что мы нашли психотехники для работы и то что мы действительно абсолютно спокойно за наших родных близких и огромное количество людей кому мы помогли вот просто снимая вот этот чехол информационные и потом приводя человека в адекватное состояние и человек потом выходит из заболевания и вот в этом плане конечно я тоже испытываю гордость за себя и счастье потому что мы убрали основы волнений за своих близких то есть на сегодняшний день я не боюсь ходить не без маски не там еще как-то дышать еще абсолютно спокойно ну да я знаю что если заразился короной надо там провести определенное мероприятие надо через два месяца после выздоровления еще раз отработать человека для того чтобы у него не было повторов и так далее но уже есть опыт и знаешь алгоритм работы и абсолютно спокоен и это тоже счастье потому что ты имеешь этот опыт главное во время все во время все во время и вот еще ты знаешь в этом году тоже был удивительный момент на самом деле я очень сильно боялась смерти и в я очень сильно боялась до глубины души боялась вот этих путешествий в себя там где колдовство магия бабки а вдруг что-то пойдет не так а вдруг ты пересечешь какую-то черту туда нельзя вот эти страхи у меня бабка целительницей было добра бабка и вот эти страхи у меня и в родне они висели даже так навязчиво и в этом году я с этим делом справилась и когда я иду на пролом у меня внутри ничего не шевелится и когда мы работали с черной белой я ловила такой кайф и это было такое счастье и осознавала что вот эти глубины психические какие которые для человека закрыты в силу его ограничений или ограниченности они они являются счастьем и можно научиться видеть и жить в счастье не в догмах не в ограничениях не еще в чем-то я счастлива что я смогла проработать вот этот вот это количество догма ограничений и я счастлива что я сегодня абсолютно осознанно уделяя внимание направляю свое внимание на те вопросы которые я хочу чтобы они расцвели то есть там где наше внимание там расцвет мы видим если мы уделяем внимание человеку он поправляется если не уделяем то он увядает и поэтому даже исходя из этого все время смотришь если уже научился внутри контролировать в себе вот этот процесс осознанно управление счастьем и приложение точки внимания именно к плюсу для того чтобы взращивать плюс то удивляет зачем людям минус приходите мы научим как держать внимание на плюсе и тащиться от этой жизни а ведь на самом деле это полностью зеркально изменить человека поменять его за зеркалье с реальность перевести перевести стрелки часов на 180 градусов потому что сегодня сегодня сознание человека направлено на минус поэтому он и стареет если бы человек держал своим вниманием постоянно как он молодеет как он расцветает как он здоровеет то даже программы которые заложены в коллективном программа старения те же самые можно было бы держать под осознанным контролем и отодвинуть на долгие долгие годы а человек сам себе создает болезни сам себе создает старость сам себе создает все и это делает человек неосознанно они осознанная наша часть находится теневая зазеркалье разбуди бога переведи зазеркалье в реальность это как сегодня да вот как раз таки пьете слушаю слушая вспоминаю сегодняшнее погружение она об этом человек человек одновременно находится в двух мирах мир и антимир и там и там он есть вопрос где внимание человека и за счет чего удерживается внимание там или там мир и абсолютно одинаково где внимание там и формирование реальности и если внимание внизу ты имеешь отражение низа если внимание вверху но я условно говорю вверху внизу до счастье несчастье для бога это все счастье для бога несчастье не бывает вопрос насколько человек осознает чему он уделяет внимание вот мы с этого и начали с тобой этот разговор про чат твой я уделяю внимание вот в этом в этой истории тому что я нахожусь в одной линейке с двумя известными людьми и мне это нравится конечно во мне еще нет работа на жадности мне иногда хочется привлечь юристов полковых да но мне некогда этим заниматься потому что у нас слишком много детей которые которыми надо наше внимание вот смотри у нас 25 25 фильмов 25 25 фильмов у нас где реальные люди в этих фильмах реально они рассказывают они абсолютно искренне и и видео есть то есть и детей показывают да вот смотри 25 фильмов теперь при этом вот у тебя в чате казалось бы да у тебя но реальные реальные события действительно помощи людям когда люди исцеляются да при этом что делает чат быстренько в интернет тых 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 есть минус блин нет чтобы в интернете так мой 25 фильмов так раз и начали смотреть эти фильмы писали люди действительно там да а все я нашел какашку это блин и вот эту вот помидорину сразу и уже бросает гнилую ой реально вот такие вещи осознаешь насколько у людей они не вот люди не верят что может быть что-то хорошее не может быть что-то хорошее а если это хорошая значит здесь это неправильно здесь обман здесь ложь и обязательно будут искать вот такую вот ложь или обман как задавить знаешь тут еще работают программы если брать белорусов но наверное больно сделаю белорусам когда скажу такое но вот это вот историческая подавленность белорусов партизанская тогда такая да когда человек вынужден был скрывать свой достаток прятаться ради безопасности да вот он ужимался но при этом накапливалась вот такая озлобленность какая-то внутри и он все время ждал что его придут пруд разверстка заберет или там воронок посадят или там придут и пристрелят просто или там расстреляют во время войны то есть вот этот вот скрытый партизан который вынужден был внешне держать маску доброго счастливого а внутри он не верит в счастье он ожидает что его придут ограбят убьют уничтожат и так далее и это было на протяжении многих поколений и поэтому особенно в беларуси вот то что ты можешь действительно подарить счастье я на самом деле думала что белорусы вообще будут гордиться блин инфодайинг это в беларуси это же круто мы зарегистрировались официально торговая марка инфодайинг вышла в беларуси первым делом не в сша не в канаде в беларуси и я честно говоря когда смотрю я понимаю вот те же самые мамы которые присылали нам поздравления те которые приезжали нас поздравляли цветы и так далее это же это искренне от сердца и здесь были белорусы и я знаю что белорусы такие есть есть те кто гордится вот а есть те кто вот камни так прячет 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 для того чтобы ждут вот хотя бы ты хоть в чем-то прокались чтобы тебе больно сделать а так как вот это чувствуешь да и понимаешь блин ну вот почему в беларуси так ведь очень много стран где не так мы-то общались с разными народами вот те же самые тайцы там совсем не так индусы там вообще улет не так мексиканцы там не так ну то есть каждый народ имеет свое программное обеспечение свою свои плюсы и минусы да но вот этого камня из-за пазухи ты не ожидаешь этого камня который может прилететь беларусь и здесь все что делаешь делаешь с оглядкой и при этом я люблю это место и я понимаю что блин ребята проснитесь проснитесь мы в беларуси это в беларуси и счастье в беларуси и земля богов не даром же это белая русь это белая русь это земля богов изначально здесь древние знания все сокрыты здесь жили ведающие люди здесь наследственность для того чтобы эти знания распаковать когда до людей это вот в памяти в генетическое начнет доходить тогда и дойдет почему именно здесь инфодайнка родился но просто люди спят и этого не осознают и ищут какаху в болоте вместо чтобы вылезти из болота перестать квакать и это болото превратить в страну богов это про осознанность знаешь тут еще кое-что есть смотри сама сказала что значит людей ужимали да они молчали ужимали вот теперь когда человека когда человека ужимают у него копится копится внутри злость да он молчит молчит и при этом он боится и сказаться страх соединенный с подавлений с подавленной агрессии что вот такой человек будет когда он будет видеть у кого-то счастье чему он будет рад этому счастью или же найти чтобы доказать самому себе а вот там там на самом деле люди понимаешь меня чем я лишь не умею так объяснять но мне кажется знаешь для того чтобы ему легче стало вот ему надо вот видя счастье найти там подвох и тогда сказать о то что на эту тему есть много анекдотов да по поводу евреев русских там где евреи подставляют плечо своего вытаскивают поднимают и помогают да вот в данном случае не русские белорусы да здесь наоборот в болото и не высовывайся не надо громко квакать вот но это это одна черта мне еще знаешь какая черта вот последнее время стала замечать когда голова и туловище не соответствует программное обеспечение то что в голове то что в туловище и кстати это опять таки на белорусах стала замечать это не значит что нету других народностей есть то есть разбежки дельты разные просто здесь не так давно я увидела сперва так раз и думаю блин это мне показалось а потом нет нет начал обращать внимание действительно общаешься там на улице где-то в магазине там задали вопрос ответил там все а знаешь как информация уже читается о людях сразу так открытая книга перед тобой стоит вот и очень интересная тема получается в теле человека прописано одно программное обеспечение и она не соответствует тому программному обеспечению которое находится в голове и это удивительно то есть давай я глобально приведу пример чтобы было понятно вот человек хочет быть обеспеченным хочет избавиться от заболевания хочет чтобы его дети были здоровы да но человеку говоришь открой п начни реализовываться проявись а голова нет я хочу быть здесь да но голова при этом не берет на себя ответственность и смотрит в другую сторону не в беларуси это невозможно налогами закроет и пошло совсем другое то есть направление сознание не соответствует тому что хочет тело тело хочет одной подсознание требует на одного да а голова смотрит совсем другую сторону такое чувство что голова развернута назад а вот то же самое ты знаешь ну вот последнее что на что я обратила внимание тут много стояла криков с отключением свифта да и я вдруг понимаю что на самом деле телу тело требует чтобы его покормили чтобы оно было досмотренным помытым убранным там и так далее чтобы все таки в магазинах были товары чтобы ты жил хорошо а фашка при этом вывернута на другую сторону и ты смотришь на это не понимаешь ну вот как такое может быть и вот я вот когда вот эти вещи замечаю я понимаю что вот у белорусов сейчас есть такая вывернутость не соответствуя несоответствие мозгов тому что делает тело и она она действительно она будет приводить к заболеваниям к росту заболеваемости потому что подсознание все равно возьмет верх оно покажет где голова не здравомыслит сейчас речь идет о здравомыслие именно здравомыслие когда человек если ты направляешь внимание на созидание значит направь на созидание если ты на разрушение направь на разрушение но ты выбери определись чтобы не было что тело у тебя разрушает а голова у тебя созидает или наоборот то есть вот здесь должна быть гармония миром правит гармония Субтитры сделал DimaTorzok